А вот сейчас будет такая штука, она не такая грустная, заблестели глазами, особенно Марина, чувствительный мой друг. Вы знаете такое ощущение, когда ты все время чем-то занимаешься и не очень чувствуешь жизнь, то есть ты куда-то едешь там, и у тебя нет вот этого ощущения, но бывают какие-то такие моменты, я не знаю, может у меня в силу пограничного расстройства есть такие моменты, может быть у людей нормально чувствовать жизнь все время, я чувствую очень редко моментами какими-то. И вот про это я написала классный текст. Как там наша музыка? Я уже могу начинать? Бывают моменты, когда ощущаешь максимально близкий контакт с самой жизнью, самой ее сутью и телом. Вот Питер, август. Жарищи, ты весь день гулял по Невскому, залезал в его дворы и стоял, задрав голову в колодцах, пыли у штаны. Солнце катит за горизонт, и лучи восстановятся особого цвета густого золота, которое бывает только в августе, в Питере, перед закатом. Ты пытаешься перейти Невске по пешеходному, вертишь головой в отношительную очередь за клубничным коктейлем. Напротив, на балконе, испанцы растягивают простыню и шумно за кого-то болеют. Загорается зеленый, и ты ступаешь на проезжую часть. И в эту секунду из открытого окна расплавленной девятки звучит дурацкая яхта, парус. В этом мире только мы одни. И маленький соленый ветерок с Невы подхватывает прядь твоих волос. И все это вместе так складывается, что дает внезапно ему, наверное, плотнейший контакт с самой жизнью. В эту секунду ты забываешь, кто ты и зачем приехал сюда. Жизнь сейчас втекает в тебя, проходит насквозь, ты сам становишься этим ветерком с Невы, этой простыней, клубничным коктейлем и расплавленной девяткой. Или вот Москва. Мама. Реанимация, больница, жаркий июль, мама слабенькая, похудевшая. Ты тихонько ведешь маму на прогулку вокруг больницы, сколько ей будет не тяжело пока пройти. А потом вы садитесь отдохнуть в больничном холле. Она что-то рассказывает про больничную еду, про соседку, про уборщицу, которая стащила ее зарядку. Потом задумчиво замолкает, потеряв мысль. А солнце прорезает стекла холла и ярко подсвечивает мамины глаза изнутри очень мягким, нежным светом. И ты фиксируешь этот снимок в памяти, потому что никогда еще не видел маминых глаз так близко и подробно, как под микроскопом. Ты замечаешь, сколько же там намешано цветов, видишь какую-то белую крошку на маминых ресницах и в эту секунду вдруг ощущаешь плотнейший контакт с жизнью. Ощущаешь, что ты только здесь и сейчас. И ты снова не помнишь, кто ты и куда тебе надо после больницы. Ты сейчас только солнце, радужка и эти цвета, и эта крошка. Жизнь в такие секунды прижимается к тебе резко, неожиданно, всем своим обнаженным телом, каждой клеткой. И ты ощущаешь ее так явно и крепко держишь в руках, а потом теряешь. И снова серый ныряешь под ворот московской пыли, дел, проблем и пробок. Субтитры создавал DimaTorzok